В эфире новости на шестом канале. Студия Анастасия Кузина. Здравствуйте. Необычное ДТП случилось в Киржаевском районе. Там водитель иномарки сбил лося. Автомашина Hyundai Solaris ехала со скоростью 65 км в час. Запись с видеорегистратора выложил в сеть сын водителя. Он сообщает, что все случилось возле деревни Ефремова. Из леса на проезжую часть неожиданно выбегает лось. Заметить его и затормозить не было никакой возможности. Хоть скорость была небольшая, удар животного о машину оказался довольно сильным. Лось погиб на месте. Интересно, что на место происшествия приехал не только патруль ДПС, но и охотники. Из их слов можно было понять, что они гоняли этого лося по лесу двое суток. Водитель иномарки в этом ДТП не пострадал. В ожидании газа многодетная семья из поселка Головино отапливает трехкомнатную квартиру с помощью дровяного котла. Хотя все их соседи вот уже несколько лет пользуются газом. Жилье у этой семьи муниципальное, а местные чиновники средств на подключение не выделяют. Провести же в квартиру голубое топливо за свой счет у семьи возможности нет. О том, собираются ли в администрации решать газовый вопрос, расскажет Ольга Федина. С местными чиновниками многодетная мать Татьяна Шатрова пытается договориться не один год. В квартире, где она живет с родителями и тремя детьми, нет газа. Однако ее соседи этим благом цивилизации пользуются уже давно. Голубое топливо в дом проводили в 2012 году. Тогда все собственники квартир подключили газ за свой счет. А вот семья Шатровых из девяти человек, которая живет в муниципальной квартире, все эти годы слушает обещания местных властей. У нас глава, главинское сельского поселения отвечает, что нет денег у них в администрации. Просто не знаю, правда, как с ними разговаривать уже на эту тему. Я с ним и ругалась, и по-хорошему. Я не могу вообще с ним даже нормально разговаривать. Отапливают трехкомнатную квартиру Шатровой дровяным котлом, но его тепла не хватает. Из-за постоянной влажности и холода дети часто болеют. У старшего сына Татьяны бронхиальная астма, а маленькая Вероника из-за простуды почти не ходит в садик. Стена в детской комнате в сильной холода промерзает, а в сырую погоду покрывается плесенью. Целый день, я говорю, у меня просто бывает дома никого нету, и дети приходят, дома холодно очень. Просто из-за этого дети болеют, и ночью тоже никто не отапливает. Ночью же не будем сидеть возле котла, и ночью никто не отапливает, и утром встаешь очень холодно. В прошлом году из администрации пришел ответ. Газ проведут в 2015 году, но на дворе почти 2016-й, а теплее в квартире так и не стало. Правда, в прошлом месяце дело все же сдвинулось с мертвой точки. Местные власти выделили 60 тысяч рублей на оборудование. На эти деньги Татьяна приобрела газовый котел и батареи. Но теперь семья Шатровых не понимает, что же делать дальше. Ведь нужно подключаться и оформлять документы. И на это денег у них нет. А в администрации, по словам Татьяны, помогать им не хотят. Однако глава Головинского сельского поселения говорит об обратном. В присутствии нашей съемочной группы он заявил, что газ у Шатровых обязательно появится. Причем в самое ближайшее время. Документы представляются, которые обозначены. Она в курсе, какие документы необходимо представить. И до Нового года мы оплачиваем. И в Новогодние праздники мы практически или сразу после Новогодних праздников мы сможем сделать, так сказать, азофицировать. То есть ввод сделать, значит, подсоединение оборудования, которое закуплено уже, врезку в систему отопления. Ну и ленточку перерезать. По словам главы поселка, они с Шатровыми просто не смогли понять друг друга. О том, что все расходы по подключению газа оплатит администрация, семье он говорил лично. Татьяну глава попросил лишь заняться оформлением необходимых документов. К тому же Валентин Кутковский рассказал, что с газификацией муниципального жилья в Головиной дела вообще пошли в гору. В следующем году на эти цели в бюджете заложен миллион рублей, что позволит подвести голубое топливо в семь квартир. Ольга Федина, Константин Миронов, Шестой канал. Провели последнее заседание в этом году. Законодательное собрание Владимирской области сегодня завершило парламентский год. Главным вопросом этого заседания стало принятие во втором чтении областного бюджета. Почему фракция коммунистов в полном составе не стала голосовать за главный финансовый документ? И какой слух о новогодних каникулах опроверг спикер облпарламента? Расскажет Алексей Соков. Главный финансовый документ региона планировали принять сегодня во втором чтении. Голосование уже все было готово. Все поправки, которые, соответственно, рассмотрены были на нашем заседании комитета, их 31. Все поправки были рекомендованы членами комитета к принятию. Таким образом, комитет по бюджетной и налоговой политике рекомендует законодательному собранию утвердить закон областном бюджете на 16-й и плановый период 17-18-го годов уже во втором чтении. Бюджет сохраняет свою социальную направленность. Расходы на эту сферу более 33,5 миллиардов рублей. Однако против бюджета выступили коммунисты. По словам вице-спикера ЗС Анатолия Боброва, его политические оппоненты в Госдуме постоянно отклоняют поправки в бюджет, которые коммунисты предлагают. У Персека обкома КПРФ поинтересовались, а при чем здесь поправки в федеральный бюджет? Речь-то о региональном. Они отразились на нашем основном бюджете. Бюджет Российской Федерации. И наш неразрывный. Если будет там такая проблема, если Горсовет никогда не будет возникать против области. Область не будет быть в Госдуме. А Госдума никогда не будет против высшего человека возникать. Не будет у нас настоящего бюджета. Поправить своего давнего соратника еще по команде бывшего губернатора Виноградова взялся главный экономист области Вячеслав Кузин. А именно вступиться за бюджет города Владимира. Я, конечно, не дед Боброва. Тут подарок вам принялся. Подарком для Боброва стала новость о том, что бюджет города Владимира на следующий год без дефицитной. И никаких социальных обязательств или средств на ЖКХ федеральный центр регионам не сократил. Политика тут ни при чем. Просто федеральный бюджет на год верстается, а областной на три. И деньги сверху на регионы еще просто не успели распределить. Однако Бобров не унимался. Наталья Владимирович, я вас не перебивал. Меня постоянно. Хорошо. Я не перебиваю, Наталья Владимировича. Я говорю, я сказал, Наталья Владимирович, вы слышите, что я сказал? Я сказал, что я далек от мысли. Что какая-то фракция у нас занимается самопиаром. Но иногда возникает мнение. Наталья Владимирович, вы слышите, что я говорю? На защиту своего областного лидера встали даже коммунистки Казнина и Емельянова, которые обычно не отличаются на заседаниях ЗАГС Собрания многословием. Тем не менее, голоса за бюджет 2016 распределились следующим образом. 28 за, трое против, сдержавшихся нет. Плюс 5 голосов за. Бюджет принят. Вприняли депутаты пока в первом чтении закон о льготах за капремонт. Будет представляться компенсация расходов на капитальный ремонт одиноко проживающим, неработающим пенсионерам или семьям, состоящим из одних пенсионеров, достигшим возраста 70 лет. 50% будет компенсироваться возраста сталь, 80 лет будет 100% компенсироваться. Закон пока принят в первом чтении. Окончательно заверил спикер ЗС, он будет принят после аналогичного федерального закона. О проверке Владимир Киселёв на брифинге и появившиеся слухи о готовящемся запрете продажи алкоголя с 28 декабря и до конца новогодних каникул. Об этом спикер ЗС от коллег в проруби сегодня узнал. Моржеванием Киселёв занимается даже в такую погоду. Я первый раз сегодня услышал об этом. Честно говоря, я не слышал таких слухов и сказал, ребят, ну, наверное, какое-то враньё на самом деле. У нас ни мыслей таких не было, ни желаний таких, и ни с Светланой Юрьевной мы над тем не разговаривали. То есть как кто-то, кто-то опять какие-то провокационные слухи запускает. С наступлением Нового года спикер ЗС поздравил и депутатов, и всех журналистов и отметил, что в экстренном случае, если нужно что-то срочно принять, облпарламент ещё успеет собраться и в этом году. Но сухой закон принимать точно не будут. Алексей Сёков, Артём Горчаков, Шестой канал. А сейчас коротко о других не менее интересных и важных событиях уходящего дня в нашем обзоре. Возможно, виноват сердечный приступ. ДТП случилось на Пекинке, у надземного перехода со стороны Москвы Гелендваген сбил опору линии электропередач и улетел в Кювет. За рулём находился житель Собинского района, 65-го года рождения. Он скончался на месте. По одной из версий, мужчине стало плохо за рулём. У него случился сердечный приступ. В магазинах Радужного продаются продукты в деформированной упаковке и гнилые овощи и фрукты. Проверку устроили активисты проекта «Знак качества». Они зашли в магазин шаговой доступности и в популярную продуктовую сеть. В первом на сыры в развес не оказалось срока годности, а на фрукты – информации, откуда их привезли. В сетевом магазине продуктов с истекшим сроком годности набралась целая тележка. В неё попали сырые креветки, котлеты, стейк-трески и банка кваса. На некоторых товарах красовалась плесень. От руководителей магазинов потребовали устранить нарушения. В Суздале полиция провела антитеррористическое учение. По легенде, предмет, похожий на взрывное устройство, обнаружили в местном ДК. Ещё одну бомбу заметили в припаркованной рядом машине. На место вызвали взрывотехников, людей эвакуировали. Учением дана положительная оценка. Прокуроры опротестовали действия судебных приставов. Те закрыли производство по сносу автозаправки на улице Луначарского, поскольку посчитали, что в нынешнем виде это сооружение уже нельзя считать автозаправочной станцией. По требованию прокуратуры производство возобновлено. Автозаправку построили с нарушениями в зоне охраняемого природного ландшафта и слишком близко к жилым домам. Когда её демонтируют, так и не ясно. Юбилей у самой экстренной службы. Министерство по чрезвычайным ситуациям отмечает 25 лет. В 90-м был создан российский корпус спасателей. Наше отделение состояло всего из нескольких человек. Сейчас же в структуре МЧС по всей России работает более 300 тысяч спасателей. Глава регионального ведомства Владимир Белозёров отметил, к юбилею пожарные подошли с неплохими результатами. В этом году удалось спасти 80 жизней на пожарах и 15 на воде. Удалось избежать чрезвычайной ситуации и снизить количество возгораний. В новом году спасатели планируют расширить и обновить парк техники. Для патрулирования на воде закуплены новые катера и даже гидроциклы. А за лесными пожарами присматривать теперь будут с воздуха. Вот сейчас мы уже будем получать, получим беспилотный аппарат, который будет на территории Владимирской области, обеспечивать безопасность, мониторинг пожароопасной обстановки. Были получены цистерны различной новой модификации, КАМАЗы. На шасси КАМАЗ новые, там, восьмитонные, шеститонные. Второй год Владимирские спасатели оказывают гуманитарную помощь жителям Донбасса. Буквально накануне детям Луганска и Донецка отправлены новогодние сладости. Не остались спасатели в стране во время недавнего крымского блэкаута. Совсем недавно был также отправлен груз помощи в виде генераторов, которые были переданы как в качестве спонсорской помощи отдельных предпринимателей предприятий, так и с резервами МЧС для того, чтобы обеспечить надежное электроснабжение отдельных объектов Республики Крым. Специально к юбилею МЧС издали книгу. Ее автор, действующий сотрудник Татьяна Бабкова, уверяет, до этого ни один краевед так скрупулезно историю ведомства не изучал. В книге ведется пожарная хроника с 1917 года и до наших дней. Материал для такого объемного труда собирался 10 лет. Пока история пожарной охраны издана лишь в двух десятках экземплярах. И когда появится труд в книжных магазинах, пока неизвестно. История в шляпках во Владимира Суздальском музее-заповеднике открылась выставка оригинальных головных уборов из фондовых хранилищ. Некоторым экспонатам более 100 лет. Ретроспективу шляпной моды 19-20 веков рассматривала Маргарита Махрова. Пускай проносятся года, но повторим упрямо. Снимите шляпки, господа, перед вами шляпка, дамы. В 19-20 веке ни одна уважающая себя дама не могла выйти на улицу без шляпки. Этот головной убор быстро преодолел свое прикладное значение. Из защиты от солнца и ветра шляпки превратились в обязательный статусный элемент, который носили мужчины и женщины. Цилиндры, котелки, соломенные шляпки-конотье. Хозяева надевали их на прогулки, светские вечера и даже на работу. А военная двууголка и шлем были обязательной частью парадных мундиров. В фондах музея-заповедника хранится более 120 шляп-робежа веков. У каждой своя история. Но самое главное, что эти милые вещицы, предметы женских хищений, они свидетели времени. И за каждое из этих шляпок обязательно какая-то удивительная история. По головным уборам можно проследить все исторические этапы. Модницы 19 века обожали перья, блестки, атласные ленты и шелка. Век 20-й призвал к лаконичности форм и простоте материалов. Самые изысканные образцы начала 20 века сохранились чудом. Их делали вручную из соломки и даже из перьев. А вот эта шляпка называлась менингитка. В СССР ее носили все модницы. Но в ней было очень легко простудиться. Поэтому она и получила такое название. Лариса Арабинская, дизайнер экспозиции. На открытие тоже пришла в шляпке. Она уверена, этот головной убор никогда не потеряет своей актуальности. Женщина в шляпке преображается, становится женственной. И это наиважнейший аксессуар. Первый зал у нас такой разнообразный. А здесь цветовое монохромное, оформление монохромное. Поэтому у нас весь декор черно-белый. Чтобы на этом фоне выигрышно смотрелись экспонаты. Познакомиться со всем разнообразием исторических шляпок можно до начала февраля. Маргарита Махрова, Евгений Токарев, 6 канал. Начинаем гуляние. Уже в пятницу во Владимире откроется традиционная рождественская ярмарка. Главная площадка, как обычно, будет располагаться на Соборной площади. Сейчас там идут последние приготовления к празднику. В этом году Владимирцев ждет и немало сюрпризов. Подробнее о том, где можно будет отдохнуть в праздничные дни. И что ждет жителей в саму новогоднюю ночь, расскажет Валерия Саенко. Соборная площадь подвергнется серьезным изменениям. К уже привычным ярмарочным домикам добавятся новые арт-объекты. Избушка на курьих ножках, русалка на ветвях и кот на цепи. Не обойдется и без спортивных развлечений. Естественно, конечно же, бесплатно. И 25 числа среди школьников состоится турнир уже такой. Мы хотим опробовать первыми. Чтобы 25 числа убрал урок физкультуры на свежем воздухе. Но главное, конечно, ярмарка. На Соборной будут продавать лаковую миниатюру, глиняные изделия, поделки местных ремесленников. Подкрепиться можно будет, как и в прошлом году, в чайном домике. А вот каток, к сожалению, к открытию ярмарки работу свою не начнет. Погода не та. Уже с понедельника обещают достаточно серьезные морозы. И, конечно, мы начнем в таком скором порядке свои работы по заливке катка. Максимально быстро будем стараться его залить и открыть. Хотя очень прошу тоже не ждать от нас буквально в первый день мороза сразу же открытия. На катке тоже будут нововведения. За вход взрослым придется отдать 20 рублей. При хорошей погоде каток будет работать и в сам Новый год. Его, кстати, на Соборной будут встречать с песнями и плясками. К Владимирским коллективам присоединится московский диджей. А вот разочарованием самой сказочной ночи может стать отсутствие салюта. Потому что в этот раз мы не новогодняя столица. Не обойдется и без традиционного забега Дедов Морозов. Он стартует 9 января от Золотых ворот. В новогодних костюмах нужно будет добежать до Соборки. Бегут все и призы, настоящие серьезные призы получают не только те, кто самые быстрые, но и самые нарядные, самые опытные Деда Мороза, самые юные Деда Мороза. И также опытные снегурочки, юные снегурочки, быстрые снегурочки. Все желающие обязательно каким-то образом поучаствуют. К привычным ярмарочным площадкам в этом году добавится еще одна на пешеходной Георгиевской улице. Там тоже будут чайные домики и ярмарочные павильоны. Валерия Саенко, Евгений Токарев, 6 канал. И на сегодня это вся информация. Давайте делать новости вместе. Пишите нам на сайт 6tv.ru. Звоните в редакцию по телефону 366666. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания.